Севастополь Вы считаете, что эти деятели искренне высказываются или это конъюнктура? Я хочу сказать, что России очень повезло, что на смену тем лидерам, двум, которые уничтожили великую державу, я считаю, великое счастье произошло, что такой патриот, как Путин, возглавил Россию, и он живет, это моя точка зрения, это никакой не подхалимаш, он живет сердцем. Это редкий тот случай, когда человек занимает высшую должность в государстве, и у него такое доброе, тонкое, ранимое сердце. Я имею право так с ним говорить, если мне несколько раз говорили на всякие темы, а потом слова есть слова, а главное поступки, а поступки у него таковы, что он минуты для себя не живет. Он все свое сердце, душу тратит на будущее России, на настоящее, на будущее. Потому что ведь государственникам, вот взять историю, очень тяжело быть, опасно для жизни. И взять, например, Ивана Грозного, его же превратили в карикатуру и в какого-то злодея, это человек, который создал государство. За время своего правления он увеличил территорию России почти в четыре раза. Он был композитором, у него была одна из лучших библиотек в мире, был очень образованный человек в свое время. И много сделал для страны. А если мы про живопись говорим, то единственное, что всплывает, это Иван Грозный убивает своего сына. Совершенно верно. Никакого портрета не осталось. И никто не говорит о его великих заслугах, величайших заслугах. Это был величайший заслуг. Более того, поколение его проклинает и мстят. Я понимаю, почему это дело. Сказал бы, но Ивана Грозного уже несколько столетий нет. Но боятся, что что-то похожее придет. И ведется целая пиар-компания для того, чтобы такие люди больше, если даже родятся, чтобы, не дай бог, приблизились к трону. Поэтому то, что делает Путин, вызывает, почему ожесточение и агонию на Западе? Потому что он не дает реализоваться их планам. То есть ослабить и уничтожить Россию, превратить ее в сырьевой придаток, сократить ее территорию. Они об этом открыто отзываются, да и все их действия об этом говорят и так далее. А он встал и свою единственную жизнь он бы мог прожить как? Пользоваться, наслаждаться властью. Все. А он как живет? А он живет для людей. Я даже думаю, откуда столько у него сил, такая нервная система? Я думаю, все в основном на дном. Ему силы дает его чувство людей, к родине, к своему народу. Это моя личная точка зрения. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.